Здарова народ! Вам не кажется, что в последнее время индустрия MMORPG свернула на кривую дорожку крипто-NFT проектов, автобоев, автоквестинга? Все максимально казуаливается, игры сами играют в себя, а от вас лишь требуется вбивать номер карты для покупки очередных паков в шопе. Нет, я не говорю, что все проекты сплошь и рядом такие, но их становится все больше и больше. И кто-то может сказать, что игроделы пропихивают нам это, а у нас попросту нет выбора. И может отчасти это так и есть. Ну а разработчиков более чем устраивает данное развитие событий, так как можно клепать новые проекты под копирку и не заморачиваться за наполнение игры контентом и какими-то уникальными механиками. Главное сделать донат шоп хорошо проработанный, впихнуть различные паки, гачи и обязательно батл пасс, а лучше сразу несколько. И такое ощущение, что разработка нового проекта сейчас начинается именно с шопа и способов монетизации. А сама игра это что-то уже такое вторичное и менее важное. Ну а в чем же тогда основная причина такого развития событий? Может индустрия современных MMORPG пошла по звезде из-за жадности бездарных разработчиков и мы лишь жертвы обстоятельств? Или же главный фактор заключается в том, что на самом деле это спрос рождает предложение, а не наоборот. А это значит, что геймер в основной массе своей деградирует, разготов уплетать подобную вкуснятину за обе щеки и просить добавки. У меня интересно узнать, что вы думаете по этому поводу, а может и вовсе нет никакой проблемы, это все мои домыслы. Повторюсь, я не про все MMORPG в целом говорил, есть достойные варианты и ожидается еще много нормальных крупных проектов, таких как Пагсдэй, Куинфолл и возможно Тайрис Лэнд. Кстати, можете дополнить этот список своим вариантам. Это такое небольшое экспериментальное разговорное видео было не совсем свойственное для данного канала. Спасибо, что заглянули. На этом у меня на сегодня все. Удачи!